Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 19 июля, и давайте начнем, как всегда, наш обзор с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим продолжение восходящего движения в область 1.16. На текущий момент ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашней торговой сессии, отметка 1.1472. Пара британский фунт и американский доллар вчера обновила локальные минимумы 17 июля, закрепились ниже данной отметки, и в ближайшей перспективе мы можем ожидать снижения по данной паре в краткосрочной перспективе. Отмена данного сценария произойдет в том случае, когда пара британский фунт и американский доллар уйдет выше максимальных значений отметки 1.3125, максимум, который был зафиксирован вчера. Поэтому на текущий момент интересная ситуация по британскому фунту стоит рассматривать после завершения коррекционного нисходящего движения в рамках часового таймфрейма. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свои восходящие движения в область целевой отметки 81, а на текущий момент ближайший разворотный уровень находится на минимуме вчерашней торговой сессии отметка 77,86. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое снижение в область 108,90, и на текущий момент ближайший разворотный уровень по данным паре мы можем отметить на максимуме, который был зафиксирован 17 июля, отметка 112,83. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают свое нисходящее движение. Целевая отметка обозначена в области 1,2520, а ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях вчерашней торговой сессии, отметка 1,2702. Еврофонд смог закрепиться выше максимальных значений 17 июля, и на текущий момент мы видим продолжение восходящего тренда в область 89,45, максимум, которые были зафиксированы 12 июля. Золото продолжает свое восходящее движение, а на текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимуме, который был зафиксирован вчера, это отметка 1,232 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent также продолжает свое восходящее движение. Отмена данного сценария и возврат к продажам уже может произойти после закрепления ниже минимальных значений, которые были зафиксированы. 17 июля отметка в области 48,20. Вчера попытались проколоть данный уровень, но закрепиться не смогли, а вместо этого к концу торговой сессии обновили локальный максимум. Поэтому на текущий момент данный уровень будет являться важным для начала продаж. Ну и по индексу DAX, после закрепления ниже минимальных значений в области 12,576, тенденция на ослабление по данному инструменту продолжается. Целевое движение находится в области 12,310. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на локальном максимуме. На максимуме 17 июля отметка 12,676. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман и увидимся на следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.